Привет, мои друзья! Привет, мои хорошие! Меня зовут Женя, и вы на канале Вкусно ТВ. Как вы знаете, что для того, чтобы кушать правильно, либо, я не знаю, чтобы получать какие-то витамины, есть много способов. Я сейчас, на данный момент, около недели, готовлю разные-разные смузи. Смузи не именно вот такие, знаете, вкусненькие, там, с клубничкой, с ягодками и прочее, а смузи, куда я кладу шпинат, разную зелень, это может быть и петрушка, это может быть и огурец, это может быть и свежая мята, и, в общем, ну, всё, что есть в холодильнике, я так прикидываю, предполагаю, и пытаюсь сочетать вкусы так, чтобы было приятно пить, и, помимо полезности, естественно, хотелось это употреблять всё чаще и чаще. Поэтому сейчас я вам покажу один из таких простых рецептов, которые, помимо того, что мы получаем достаточно большое количество необходимых нам витаминов из этого смузи, также этот смузи, он как будто бы скрабирует наш кишечник, то есть он очищает нашу ЖКХ-систему, ЖКХ, как жест, в общем, поехали, я вам покажу, а вы уж сами разбирайтесь, стоит вам пробовать или нет, кстати, да, и по поводу различных заболеваний желудка, возможно, некоторые ингредиенты употреблять не стоит, потому что они могут быть вредными. Гоша, у меня тоже гастрит хронический, но я пробовала маленькими дозами пробовать эти ингредиенты, и, в принципе, нормально, то есть никаких проблем, так что смотрите сами, это на ваше усмотрение, я уж не знаю, советовать вам или нет, но, в общем, давайте посмотрим, что получится. Вот, что у меня есть, это самодельный кефирушка, который я уже сюда положила, засыпала юлав, позже, позже, овсянку, в общем, хлопья овсянки, вот они так в Турции выглядят, показываем еще раз, девочки, вот, видите, сейчас новая упаковка, была немножко раньше другая, но, в принципе, похожая, и вот, думаю, что вам будет понятно, еще раз посмотрите, запомните, дальше, также здесь у меня семена льна, как они выглядят в Турции, покупаю их в Мигросе, они, в принципе, много где есть, вот так тоже покажу поближе, рассмотрите, может быть, есть разные марки, но я беру вот эти, вот, как оно звучит на турецком языке, это кетен, тогумо, то есть семена, кетен, это лен, тогум, это семена, семечки, вот так это выглядит, также беру, ну, это, в принципе, не обязательно орешки, можете грецкие брать орешки, можете вообще без них, можете даже сушеный изюм положить, то есть, в принципе, как вы считаете нужным, что у вас есть на данный момент дома, либо что вам проще всего приобрести. Вот он, шпинат, обычный, промытый хорошенько в холодной воде и немножко так просушенный, скажем так, вода стекла в основном, также добавлю в этот раз мяту свежую, у меня ее здесь много, так, также вот она у меня, груша, яблоко и киви. Для сладости можно добавить, например, тоже сладкое яблоко, либо банан, банан часто добавляю, очень питательно получается, и, как-то, да, честно говоря, часа 2-3 мне вот эта вот, вот такая штука помогает протусить, без каких-то перекусов вообще никак не проблема. Так что, сразу скажу, как я это делаю, то есть, вначале я забрасываю юлав, то есть, овсянку, я ее не отвариваю, ничего, она у меня полностью свежая, я ее просто в кефире замачиваю, буквально там на минут 10-15, сколько у меня есть времени, то же самое я делаю с льном, с семенами льна, можно еще различные, различные сейчас же есть в магазинах эти всякие полезные штуки, в принципе, смотрите, что по карману, что вам удобно покупать, можно это все покупать, вот эта штука, эта штука, это конкретный пилинг вашего желудка, скажем так, и вашей кишки такой длиннющей, все это дело чистит, все это дело очень хорошо убирает, также я знаю, что овсянка, она выводит из организма токсины, то есть, она как-то их абсорбирует, впитывает, либо как, я не знаю, и выводит, то есть, девочки, конечно, я не врач, я нигде не занимаюсь диетами, ни какой-нибудь вообще, то есть, я этого всего прям 100% не знаю, я вам говорю то, что я пробую, и мне нравится, вот я уже около недели это пью, и серьезно, мне, ну, как-то я хуже себя не чувствую, однозначно, и я бы сказала, что даже животик у меня стал уходить, потому что все-таки это дело очень хорошо регулирует поход в датскую комнату, так что, смотрите, будьте готовы далеко от туалета, не уходите, я имею в виду не то, что вас там пронесет, просто, да, просто организм чистится, так что, все, прошло 10-15 минут, пока я тут трындела с вами, можно сейчас забрасывать, прямо вот так вот беру и все, вот бросаю, абсолютно без всяких стеснений, тот же шпинат, ну, шпинат я, наверное, порву, чтобы он быстрее, чтобы блендеру было проще, одной рукой, как всегда, штатив лень доставать, устанавливать, ладно, так вот, таким образом я все это сюда вместила, сейчас с блендером пройдемся, если у вас есть ручной блендер, это круто, это будет гораздо быстрее, если же у вас есть штучка для смузи, которую я тоже недавно заказала, надеюсь, она мне скоро придет, это вообще очень быстро и просто, ну, а можно и обычным блендером с чашкой, то есть не проблема, в общем, вот еще мяточку сюда, еще одну веточку, все, поехали, ребят, взбиваем все хорошенько блендером, в такую однородную, достаточно жидкую массу, кстати, бананчик тоже положила, и вот, ребят, главное это все красиво оформить, в красивый бокал, либо есть специальные такие стаканчики с трубочкой для смузи, и все, и оно реально, оно вкусно, вы знаете, сейчас я еще, нет, это не, это пекмес, то есть виноградный соус, он очень полезный, есть из шелковицы соус, он тоже очень полезный, поэтому это все можно употреблять, думайте о своем организме, старайтесь, тем более сейчас уже как раз-таки время, начинается зелень различная, скоро пойдут фрукты, овощи побольше, так что употребляйте больше зелени, орешки я забыла положить в смузи, поэтому я их съем так вместе, вот, так что, ребят, надеюсь, что вам понравился этот рецепт, и вы обязательно что-нибудь наподобие приготовите, я знаю, что вы знаете прекрасно всякие разные вариации этих смузи, но я вот хотела вам просто напомнить, что, ребятки, давайте-ка возьмемся не только за свою фигуру извне, но возьмемся за нее изнутри, так что все, поехали, будет очень вкусно, фишка смузи в том, для меня, что я его не могу просто пить, я его все равно жую, муж говорит, что там жевать, там же ничего нету, нет, есть, так что, ребят, на здоровье, пейте, худейте, к зиме начнем опять набирать килограммчики, ну а пока надо худеть, ничего не поделаешь, так, все, люблю вас, целую вас, обнимаю вас, будьте счастливы, будьте здоровы, улыбайтесь, пусть солнце вам светит всегда ярко, пусть настроение у вас всегда будет замечательное, у меня где-то лен застрял в зубах, ладно, все, пока-пока!